дорогие друзья сейчас расскажу что мы далее будем делать и так да сначала небольшая оговорка данный урок это просто пояснение так как тот кто хочет заниматься киви python for android для этого есть специальный сайт python android spb-retout.ru и здесь мы очень подробно шаг за шагом разбираемся с киви но тем не менее я хочу сейчас рассказать в принципе это видео больше для участников для участников значит смотрите в чем суть что мы сейчас должны рассмотреть вот мы с вами рисовали да у нас рисуются разные фигурки и мы с вами сейчас добьемся задействования двух кнопок кнопка clear будет очищать все давайте нарисуем 3 округ кнопка remove будет очищать последний уже в следующем уроке мы начнем группировать дальше так тугу тагл батон до кнопка которая постоянно остается нажатый в чем суть вы наверное заметили а может не заметили когда мы работали писали до этого дробал виджет то есть мы писали события он туч даван изучали методы эти очень подробно он туч мув он туч а вот я покажу сейчас урок то есть мы действительно подробно очень события касания перетаскивания отпускания очень подробно при пояснили класс дробал виджет именно использование в нем таких вещей как функции супер но даже не не вникая в код объясню то есть здесь касалось конкретно всего поведения вообще на экране иными словами грубо грубым языком все это касалось всего пространства и что казалось что ну вроде классно но не дает как это правильно сказать большой свободы так вот надо было это рассмотреть потому что сейчас мы с вами рассмотрим уже другой метод на уровне языка киви где всего лишь одной строчкой кода одной строчкой кода например он пресс то есть но мы так придумали до root clear далее напишем небольшую функцию clear я разъясню в уроке откуда что где взялось да но самое главное что у нас то получается теперь совсем другая картина то есть мы уже применяем какое-то действие конкретному элементу а это расширяет наши возможности по сути дела в приложениях нам может понадобиться тысячи кнопок и каждая ну я к примеру говорю разные кнопки и каждая должна делать только нечто свое не на все пространство а только нечто свое и вот это метод конечно в киви очень очень крутой данном случае конкретно эта кнопка очищает весь экран или кнопка remove удаляет последний элемент или кнопка color далее будем писать изменяет цвет то есть поняли да насколько насколько расширяется наши возможности ну вот разберем это очень подробно здесь даже говорю кто проделывал все уроки но нет тут даже сложности до понять принцип принцип простой применить события к конкретному элементу то есть задать ему чтобы он делал именно то что нам надо при этом заметьте насколько это просто когда я вот показал код конечно сам по себе до этого мы делали дробал виджет ну я бы не сказал что сложно все разобрались я думаю но тем не менее это еще проще поэтому по сути дела каким методом пользоваться первым где мы рассматривали дробал виджеты применяли функцию супер по сути дела функция супер нам давала скопировать поведение родителя конкретно определенного класса я очень подробно это раскрывал здесь же отличие в чем здесь отличие в том что мы работаем в первую очередь в пределах в рамках языка киви то есть вот есть у нас батон до кнопка мы ее придумали назвать очистить да далее придумали команду он пресс и при помощи рута мы знаем что рут это на языке киви просто тотальное обращение к движку он все увидит да и тотальное обращение к движку далее у нас клер это мы в голове держим что этот клер мы напишем функцию которую потом конкретно мы написали и она всего-то у нас тут две строки но по сути дела все банально просто сельф выделить место driving space driving space где-то я себя помечал чтоб вас не запутать самому не запутаться а вот комик кровя креатор киви мы при помощи айдея определяли driving space что это у нас пространство для рисования да грубо говоря будете смотреть уроки пространство для рисования и по сути дела функция довольно проста у нас получилось так где она потерялась а здесь clear виджет ну что ж проще простого это самая простая значит метод конкретно виджета ну то есть никаких хитростей по сути дела для новичков для новичков чтобы я хотел сказать киеви сам по себе на первый взгляд вот он немножко такой действительно уникальный просто требует немножко понимания немножко времени немножко разобраться а сама по себе структура киви она довольно проста что вот я учитываю что будут новые люди смотреть что нам надо определить определить определили окно определили макеты у киви макеты очень богатые то есть вот взяли сгруппировали здесь кнопки здесь и это все легко делать при этом язык киви сам по себе он довольно простой но требует вы знаете немножко как как бы привычки привычки в чем привычки в переваривании грубо говоря вот этих всех вещей их ну не то что запоминать надо можно вывести себе некую шпаргалку но они укладываются в процессе курса довольно хорошо то есть такие вот вещи как анкер икс а там анкер игрик то есть по оси икс по оси игрик но она то однозначно понятно что левее по оси игре икс да топ в центре по оси игрик дальше но пойди тут проблем вообще не возникнет курсах дальше понять вот такие вещи как сайс хинг то есть вот эти вот специфические значения надо просто разобраться все это конечно мы делаем в уроках именно поэтому я и подумал что лучше именно объяснять полноценную программу чтобы понять как работает после этой программы уже в принципе начинаешь ковыряться документации с api и уже соображаешь ага вот с этим я работал вот с этим допустим я работал да действительно вот оно у меня есть в коде да там запуск так так или так но в принципе рассказал и для новеньких и для стареньких порог входа это знание python в школе допустим если проходит акция вы можете получить доступ к киви скоро он будет отдельный нажав получить логин и пароль и жанга получите доступ к киви spb-tut.ru ну я рекомендую обязательно заниматься с несколькими движками например жанга и с киви почему чтобы избежать как это правильно сказать ну слово забыл честное слово но объясню по-другому чтобы избежать грубо говоря затирание языка человек изучает python на чистом python вообще мало кто пишет почему потому что ну достаточно много фреймворков движков но когда мы начинаем писать допустим на таком гиганте как джанга который имеет свои api которые эти api пишут четыреста пятьсот человек в течение десяти лет уже и там такая огромная структура что мы программируя на джанга начинаем вдруг понимать что мы джанга хорошо знаем а python уже забыли так вот для этого я говорю ребят программируйте на разных ну я не надо говорить что там болсуновский навязывать но нравится вам берите там допустим по икт пишите графический интерфейс у нас ребята есть в школе кто-то там с одним со вторыми но пишите так же где есть возможность чистого языка и это очень хорошо допустим я считаю что киви очень хорошо чистит мозги в чем ну во первых если посмотреть то здесь в файлах да мы довольно много используем именно более чистого языка ну конечно же на методах киви это понятно но вопрос в том когда вы программируете и джанга и киви у вас в голове это совершенно разные вещи но у вас и то откладывается и это и не идет какого-то затирания потому что там надо вы вспомнили посмотреть то-то в python там другое в python и так далее и это перспективно вы знаете недавно смотрел телевизор его уже вот такая вот истина гуляет все в жизни сегодня превращается в мобильное приложение моих планах дальше показать как связать джанга с киви через rest api то есть чтобы можно было управлять приложением с ну с мобилы а ведь это очень круто вы знаете раньше раньше вот сейчас хочу чтоб меня услышали ранее я как-то ну ну мне не надо api да ну есть сайт школа да я ее развиваю и все а потом до меня дошло сейчас нарисую и вы офигеете от счастья вот смотрите киви вообще очень продвинутый вещь ну вот смотрите одно дело ну хорошо мы сейчас пишем программу да с вами которая там нечто делает это чисто программа там учебная чтобы нам вообще разобраться с этим киви да что все у нас работает методы но теперь представьте другую ситуацию вот она программа вот она работает сама скомпилировали там некоторые люди говорят что ну мол киви там аж 7 мегабайт так это же много ребят да выкиньте вы с головы киви во первых сегодня дает возможность убрать лишнее во вторых когда вы скачиваете программу вы и побольше скачиваете но киви настолько мощный движок вот смотрите теперь вот эта программа а теперь представьте что сейчас это мобильный интерфейс вот он да мобильный а теперь давайте добавим сюда просто сервер вот это сервер да сервер а теперь подумайте а ведь на сервере мы можем при помощи того же джанга да сделать все что угодно это может быть не сайт вообще все что угодно хоть управление вашим телевизором через мобильное приложение самое главное сервер мы можем грубо говоря натолкать там гигабайт два пять десять но это так устроен инстаграм кстати на джанга да но на мобильном приложении через api то есть на rest делаем api мы получаем только самое необходимое на данный момент чем пользуется пользователь и что получается а получается очень крутая вещь получается то что у нас развязываются руки нам надо какое-то мобильное приложение серьезно ну например там какая-то вещь обход маршрута да обход маршрута все вещи мы храним на сервере а человек на мобилу только получает самое то что ему нужно понимаете на каком инстаграме мы уже все которые когда то остается легковесным, а сервер может себя вмещать гигабайт, два, три, да все что угодно. Понимаете? Так вот, я когда с Киви, я за ним много лет наблюдаю уже, наверное, больше пяти. Наверное. Я могу что-то перепутать, но 2011 или 2012 год, давно, он сильно ускорился, когда, говорю, я себе скачал там вещи, которые делает Киви, да, когда еще не изучал, я там обалдел, как там линии быстро рисуются, он работает быстро. Второе, Киви сразу был разработан, в чем его отличие, на множественное касание. Потому что когда мы открываем, сейчас новичкам, может быть непонятно, но это мы проходим тот же метод Калиде Пойнт, то вот его демонстрация сейчас. То есть, все, он знает все-все-все о любом пространстве. Он моментально считывает любые координаты, любые, любые, что хотим, делаем. Сегодня мало движков могут похвастаться множественным касанием. И на Java, и другие, то есть, все сегодня в попахах пытаются переделать. Но все равно это не то. Движок Киви был написан сразу, изначально, на множественное касание, когда еще не было так развито мобильных приложений. И они оказались правы. Очень быстро разрабатывают. Да, в чем все-таки есть простота, в отличие от Жанга при работе с Киви. Вот, например, в Жанга, там каждая версия несовместима. Да, там несложно разобраться, но какое-то привыкание надо. У Киви идет просто добавление. Ну, например, в документации пишется, добавлена там версия 1, вот, например. Где-то новая будет версия 1, 9, 2 добавлена. Я говорю о том, что компоненты просто добавляются. Смотрите, API. Ой. 3D, 2D, игры. Ну, в общем, для новичков еще... Я бы сказал, когда вот я скачал вот эти линии, они моментально жене дал. Смотри, даже разрыва во времени нет. Это любые динамические вещи. Работа с изображениями. Это сложная графика. Это полноценные программы, бизнес-процессы, полноценные игры. И я смотрю, в последнее время уже игра, выдвижки на Киви появились. Ну, что отличает Киви от других пакетов? Ребята, а Киви ведь это Пайтон. То есть, по сути дела, Киви умеет уже многое. Но не забывайте, у Пайтон миллион, грубо говоря, разработчиков. Любую библиотеку вы можете интегрировать к Киви и делать, что хотите. Поэтому возможности ограничиваются только вашим воображением. Ну вот, хотел про Ивана, рассказал про Петра совместно. Ну да ладно.